МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! В эфире Универниус. С вами снова я, Муту Гулина Гульфия. Смотри сегодня. Ждать ли в ближайшее время рост цен на товары и услуги? КФУ примет 4-е совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ученые КФУ сделали первый шаг к промышленному производству новых реагентов для добычи тяжелой нефти. Ждать ли в ближайшее время рост цен на товары и услуги? Что будет с курсом валют в 2019 году? И как повлияет налог на самозанятых граждан? Обо всем по порядку расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Новый год всегда сулит нам положительные изменения, будь то в политике, социальной или экономической сфере. Оправдают ли 2019 год наши ожидания? Все прогнозы относительно мировой экономики являются нерадужными, отвечает профессор Института управления экономики и финансов Казанского университета Игорь Кох. В связи с чем же будет происходить замедление мировой экономики в 2019 году? Основное влияние на замедление экономического роста в мире и, соответственно, в России будут оказывать в 2019 году, как и в 2018, в предыдущие годы торговые войны, взаимные санкции, таможенные пошлины. Экономический рост в России и мире ожидается не очень высокий. Возможно, произойдут какие-то изменения, которые скорректируют этот прогноз в положительную сторону. Если говорить о России, то прогнозируется экономический рост на уровне полутора, может быть, двух процентов. Татарстан, который является одним из ведущих промышленных регионов России, будет испытывать негативное влияние низких темпов экономического роста. Негативное влияние относительно низкой инвестиционной активности, что будет ограничивать спрос на традиционную для Татарстана продукцию, продукцию машиностроения, строительного комплекса. В 2019 году Татарстан ожидают и позитивные новости для экономики. Реализуются проекты, которые позволят поддержать экономический рост в республике. Началом строительства высокоскоростной магистрали «Казань-Москва», что загрузит республиканские предприятия и создаст новые рабочие места. В этом году повысится ставка НДС с 18 до 20 процентов, в связи с чем произойдет рост цен на многие товары. Нас ожидает более быстрый рост цен на бензин и моторное топливо в связи с изменением, опять же, налогового законодательства. Если не произойдут какие-то глобальные изменения, то курс будет оставаться в привычном диапазоне. Если вы зарабатываете и тратите в рублях, то и хранить нужно в рублях. Если вы хотите хранить долгосрочные сбережения, да, тогда, может быть, имеет смысл их хранить в валюте, но это не те деньги, которые вы собираетесь потратить в ближайшие несколько месяцев. Закон о введении налога для самозанятых был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2018 года. Сейчас он действует в четырех субъектах России – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Некоторые работодатели активно начали пользоваться этим законом и стали переводить своих сотрудников в категорию самозанятых. В этом случае работодатель не будет обязан вносить страховые взносы и налогообложение доходов самих сотрудников будет значительно ниже. Вместо 13% они будут платить 4 или 6. Многие льготы, которые обусловлены статусом работающего человека, они будут утрачены. В категорию самозанятых попадают няни, репетиторы и другие граждане, осуществляющие регулярную деятельность с целью извлечения прибыли самостоятельно. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет примет четвертое совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Эксперты со всего мира будут говорить о глобальных изменениях климата на Земле, вызванных действиями человека. Анна Глазунова расскажет подробнее. С 4 по 8 марта впервые пройдет четвертое совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Площадкой проведения станет Казанский федеральный университет. Межправительственная группа экспертов по изменению климата, или сокращенно МГЭИК, это организация, созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного действиями человека. В 2007 году они получили Нобелевскую премию за свои разработки в области влияния, антропогенного влияния на климат. Они считают, что современный климат меняется, и будущий климат будет изменяться во многом за счет деятельности человека. Ведут сельскохозяйственную работу, убираются леса и так далее. То есть меняется просто-напросто физическое состояние нашей планеты. Планируются пленарные заседания и секционные совещания, где эксперты поговорят о возможных рисках и выработают три доклада более чем тысячи страниц каждой. Главной проблемой обсуждения станут климатические вызовы. Климатические вызовы считаются наиболее таким опасным сейчас. Ущерб, гигантский ущерб от них, от их последствий. Не столько от изменений климата, как от последствий этих изменений климата. Межправительственная группа экспертов по изменению климата приедет на совещание уже со своими наработками. Они коснутся мониторинга современного климата, последствий для экономики, социальной и природной сферы и способов адаптации к изменениям климата. На базе климатических моделей прогнозируется глобальное потепление. Минувшая пятилетка говорит о том, что у нас с каждым годом температура становится все выше и выше. И в том числе 2019 год ожидается тоже очень теплым. Участниками четвертого совещания станут около 130 специалистов со всего мира, которые обсудят важные климатические вопросы. Это научное мероприятие находится на контроле у президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ученые КФУ сделали первый шаг к промышленному производству новых реагентов для добычи тяжелой нефти. Каких успехов добились специалисты, мы расскажем в следующем сюжете. Ученые научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение» Казанского федерального университета начали подготовку для промышленного производства каталитических агентов для внутрипластового облагораживания высоковязких нефтей. Наш коллектив занимается с 2014 года разработкой катализаторов для внутрипластового облагораживания тяжелых нефтей и природных битумов. Катализаторы способствуют снижению вязкости тяжелых нефтей, повышению количества легких фракций, а также, естественно, повышению коэффициента извлечения нефти. Подобные разработки ведутся по причине сложности добычи высоковязких нефтей. Запасы легкой нефти истощаются. Именно поэтому есть необходимость добычи тяжелой. На данный момент произведено 14 тонн тестового образца катализатора. Данный продукт сейчас проходит испытания на нефтяных месторождениях. У нас уже была произведена закачка в конце декабря. Это на месторождении Татнефти. Мы закачали туда 2 тонны реагента. И сейчас уже будем ждать, когда будут первые результаты после этой закачки. В рамках проекта планируется сотрудничество и с другими нефтяными компаниями. А разработка ученых КФУ будет применена не только в России, но и на месторождениях Кубы. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. Ежегодно в России 25 января отмечается День российского студенчества. Татьянин день причисляет к народным гуляниям и за столетие существования праздника оброс с приметами и традициями. О том, что готовит к этому дню Казанский федеральный университет, смотри далее. 25 января в Большом зале Уникса состоится одно из самых долгожданных студенческих мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню студенчества Татьянин день. Мы готовим большую концертную программу, мы готовим интерактивные площадки, работы интерактивных площадок. Мы готовим непосредственно сюрприз для ректора, то есть это да, с участием студентов. Планируется очень торжественная обстановка приглашения всех гостей города. У режиссеров, у творческой нашей группы огромное количество задумок, которые, я надеюсь, понравятся нашим гостям. Каждый год все с нетерпением ждут этот пышный праздник, в котором стремится принять участие большое количество студентов. Для гостей готовится яркая концертная программа и приятные сюрпризы. Планируется дефиле пара Татьян, то есть все-таки это их праздник, да, праздник в честь них. Они тоже готовят небольшой сюрприз и для гостей университета, и для гостей нашей концертной программы. Кроме того, в фойе пятого этажа будут работать специальные интерактивные площадки, которые позволят познакомиться с театральными элементами жизни студенчества. Приглашаем всех желающих посетить это красочное мероприятие, ведь его атмосфера завораживает и дарит исключительно положительные эмоции. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. Берегите себя. Пока-пока.